Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, как меня зовут. Почему нужно быть на Экофесте тем людям, которые ни разу не были на Экотехнопарке, но готовы развивать активную технологию. Меня зовут Суходоев Алексей, я член общего управления Skyway Capital. Это традиционный вебинар два раза в месяц по средам. Иногда он смещается из-за определенных обстоятельств и причин. Но мы стараемся, несмотря на все развитие компании, несмотря на все развитие нас, как одной из основных институционных площадок Skyway Capital, для привлечения инвестиций в технологию проект Skyway. Стараемся делать эти вебинары, так как кому-то сейчас после новостей Михаила Кириченко это отличный сжатый репортаж. И я сам некоторые вещи останавливаю, перематываю, потому что это документализация. И это очень важно для того, чтобы в сжатом формате получать то, что произошло в недрах головной компании для нас, для инвесторов, для сподвижников, для активистов проекта Skyway. Это гиперважно. И это избавляет нас всех от информационного вакуума. Вебинары мои, Владимира Маслова. Это лично наш взгляд на происходящие вещи сегодня. И я думаю, что даже, может быть, и разошлете сейчас ссылочку, чтобы народ еще присоединился. Ну, если не присоединятся, прочитают либо в тезисах, либо уже посмотрят записи. Я дам свою первичную, не то что оценку, но свое первичное мнение, потому что тот white paper, белую бумагу, которую головная компания разместила на основном сайте будущей криптореальности Skyway, я полностью изучил, посмотрел от и до. И когда появится уже русский вариант, чтобы было всем понятно абсолютно, не только англоговорящим, мы начнем раздел за разделом, как сериал, постепенно погружаться и говорить, о чем вообще эта белая бумага. Поставьте плюсики вообще, кто читал. Кто читал английский вариант, я абсолютно поддерживаю, что он непростой для восприятия. Но больше всего я хотел бы обратить ваше внимание именно на то, что написано с девятого раздела. Все, что написано до девятого раздела, это мощнейшая адаптированная маркетинговая основа проекта Skyway, технологии Skyway, это наш мощнейший маркетинговый инструмент. Вообще вот то, что до девятого раздела я рекомендую всем, даже когда появится в PDF русский вариант, либо в будущем будут сформированы отдельные материалы. Это самое свежее, то, что у нас есть по технологии Skyway именно для инвесторского круга и те, кто будет и дальше привлекать внимание к развитию проекта Skyway. Кстати, я могу сказать, что с одним из ведущих инвесторов, финансистов предварительные переговоры были проведены мной и Евгением Кудряшовым. Я не буду говорить, кто это, но появится определенная пиар-компания и маркетинговая компания в определенных телеграм-каналах с немалой численностью. И что самое интересное, эти люди готовы с нами работать на условиях бартера, то есть они понимают ценность долей, которые на сегодняшний день мы все с вами приобретаем. Это эксперты финансового мира, это эксперты инвестиционной сферы. Возможно, когда-то мы покажем их фамилии, их лица. Может быть, когда-то мы даже будем формировать с ними именно уже логику инвестиционного фонда. Время покажет. Следуем правилу головной компании. Не раскрывай то, что еще, во-первых, не свершилось и не показывай дураку незаконченную работу. Это очень простой принцип. И даже что касается Экофеста, многое нам сейчас не говорят и говорят в общих словах. Но я лично хочу очень сильно увидеть имутацию аварийных ситуаций, потому что очень много вопросов и на самом деле это резко повысит инвестиционную привлекательность проекта, когда вживую будут продемонстрированы эти ситуации. Я уж не говорю об электронной сцепке, я уж не говорю о новых видах подвижных составов, я уж не говорю о пусконаладочных работах, которые вот-вот уже готовы начаться по ЮниЛету. Один из самых моих любимых видов подвижных составов, наверное, после ЮниВинда. Но когда я увижу легкий, самый легкий вид подвижного состава Скайвей, возможно, у меня появится еще один любимчик. Поставьте плюсики, кто ожидает самый легкий вид подвижного состава на Экофесте. И я не знаю, какой он будет по размерам, но то, что он будет следовать логике, что транспортные инфраструктурные сети должны быть как вены, как и артерии, но Юницкий всегда говорил о том, что должны быть капилляры. И вообще давайте проведем аналогию с человеческим организмом. Откуда рождаются все болезни? Знающие люди говорят, что проблемы растут и с проблем с желудком, и с сосудами. Я могу сказать, что вот как раз сосуды, проблему сосудов, транспортной инфраструктурной составляющей всей планеты, сейчас абсолютно не решена. И когда это будет все зашлаковываться, специально-образно так говорю, то могут возникнуть и раковые опухоли, могут возникнуть серьезные болезни. Что и мы видим сейчас, наблюдая различные катаклизмы и различные экологические, даже техногенные ситуации, взять прорыв дамбы в Китае. То есть это страшнейшее событие. И каким образом может вообще справиться современная транспортная инфраструктура, если все, проще говоря, поплывет вместе с тем, что смывает поток от прорванной дамбы. Но у нас есть решение. Это транспорт над землей. Это для тех, кто будет смотреть мои вебинары в первый раз. И это совершенно иная концепция. Это тренд, который сформирует триллионный, я не побоюсь этого слова, рынок. В этом плане я не обещаю никому заоблачных прибыли и капитализации. Я говорю просто то, что это тренд. Серьезные дяди, тети сейчас наблюдают. И вы видели, наверное, новость про Hyperloop. То, что сейчас компания, кстати, в англоговорящих больше доверяя иностранным ресурсам, говорили, что это компания с Германии. Но хай-тек издание сказал, что это компания с Голландии. Правда, она в принципе в данном случае не важна. Но транспорт над землей сейчас поддерживают многие современные крупные корпорации, как Deutsche Bae и Tata Steel. И да, естественно, сейчас мы вступили в логику, что мы делаем сами, и нам не нужна помощь. Нам нужна стратегическая, партнерская была помощь. Это мы сейчас получили. Синергично развиваемся, взаимопомогаем друг другу с нашими арабскими стратегическими партнерами. Но вот студенты, которые заражены фанатичным концептом Hyperloop, Hard Hyperloop, компания, они начали свою работу. Но самое интересное, знаете, что самое интересное, то, что они отчетливо заявляют и честно заявляют в этом по огромной благодарности им. Хоута развучивает довольно сдержанные сроки реализации. То есть тестовый центр запустят к концу 2021 года, а первый коммерческий проект, на минуточку, внимание, в 2028 году. И CNBC отмечает, что конкуренция может на тот момент убить вообще напрочь подобный стартап. У нас, как вы помните, конкурентов нет, и мы просто делаем свое дело, двигаем свое дело, как и инвесторы, как и инвестпроводящие системы. Но что касается головной компании, тут принцип очень простой. Мужик сказал, мужик сделал. Что касается принципов жизни генерального конструктора Анатолия Юницкого. И что-то мне подсказывает, что 2028 год, это непреодолимо долгий срок, и к тому времени уже, возможно, пойдут проекты по Hyper-U, одному из тех направлений, на несколько уже миллиардов долларов. Это только реализация технологии, но которая сформирует огромный кусок из того будущего триллионного рынка, тренда, который сейчас невозможно не замечать. И, кстати, вот инвесторы, финансисты, специалисты в сфере фондового рынка, в сфере акций, бирж, они присоединились к нам в качестве идейных сподвижников, в том числе из-за того, что неоднократно, я лично вел переговоры, объяснял, приводил аргументы, что этот тренд, как раньше была мобильная электроника, как раньше транзисторные микросхемы продавали, всем, кстати, рекомендую тоже посмотреть и современные фильмы, бизнесмены, хороший фильм казахский, конечно, там не без каких-то казусных ситуаций, нехороших ситуаций, но, тем не менее, там продавали видеокассеты, транзисторные микросхемы, продавали дорого, не теми способами, что можно, но тренды всегда продаются, я к этому говорю, дорогие друзья, и мы с вами как раз таки продаем, сейчас привлекаем инвестиции в тренд. Какие причины поехать на Экофест 2019? Мы с вами, как вот те активисты, которые заходят вживую на вебинар, друзья, вот неоспоримо и не передать словами, как я это ценю, потому что я знаю, что наши с Владимиром вебинары дублицируются и переводятся на различные языки, и в совокупности уже десятки тысяч просмотров, я уж не говорю, сколько людей читает информацию, которую мы передаем, поэтому даже если будет и 15 человек, и 30 человек, а уж поверьте мне на слово, я знаю, как рождать из малого количества людей сетевое построение бизнеса, не про сетевой маркетинг в данном случае говорю, то есть в этом плане я могу себя назвать экспертом неким, и из тех людей, которые вживую слушают, они могут стать амбассадорами, развивать страны, после сентября мы активно запустим эту всю деятельность, как Skyway Capital. В первую очередь, я считаю, нужно поехать, потому что нужно потрогать продукт, и более того, на нем можно прокатиться. Это Test Drive by Future, это про Test Drive будущее, это то, что недоступно на сегодняшний день многим стартапам, многим компаниям. У многих компаний, кстати, и сертификация даже не проходит. Я могу привести один пример про компанию, которая в виде продукта имеет лекарства против рака, но эти лекарства не одобрены FDA, и тем не менее компания предприняла попытку выходить на IPO, но андерайтеры остановили из-за небольшой подписной базы, из-за небольшого количества желающих инвестировать в это направление. У компании были небольшие прибыли, долги, отсутствие сертификации в сфере медицины и здравоохранения, то есть вот эти одобрения FDA. У нас же есть многие уже сертификации, у нас есть минимальная даже прибыль, потому что я могу сказать, что был проведен финансовый аудит зао струнные технологии за 2018 год. Вы можете все ознакомиться в новостях, это абсолютно доступная, достоверная информация и открытая информация вот уже несколько лет. И в будущем нам это поможет, когда зао струнные технологии будут касаться, либо не будут касаться IPO, направление Skyway в будущем, нам это может пригодиться, потому что подобные показатели, они учитываются при анализе компании, которая выходит на IPO. И вы можете посмотреть активы, которые имеются, то есть тоже открытая информация. Если перевести с белорусских рублей, вы получите достоверную, качественную, суммарную информацию уже по количеству в миллионах долларов. Активы, которыми мы с вами все обладаем. И Юницкий неоднократно говорил, когда еще развивалась компания в плане инвест-проводящей системы, когда только-только испытывалась эта модель, что теоретически на некоторых этапах мы можем продать технологию, продать дороже, но сейчас только глупец будет это делать, и никто ничего не будет продавать, наши активы будут только наращиваться. И даже есть животные в активах компании, для чего это необходимо для неких исследований. Я могу сказать, что обязательно стоит поехать, чтобы прокатиться, потому что многих реальных проектов, компаний, даже которые выходят на IPO, вы не можете на сегодняшний день как-то потрогать продукт у некоторых компаний, которые даже выходят на IPO. У нас все готово, у нас можно прокатиться. Вторая причина – это общение, это коммуникации. И если вы чуть-чуть даже сомневаетесь, развивать бурно, а что я называю бурно, стать как минимум топ-экспертом, лучше поехать амбассадором, выучить мотивация будет, иностранный язык, чтобы развивать ту страну, в которую вы мечтали поехать, возможно, жить. Для этого нужно пообщаться с единомышленниками, и вы можете это сделать, потому что огромное количество стран присутствует на Экофесте. Кстати, очень скоро в своем видеоблоге я запущу видео об Экофесте 2018. Там будет интересный такой прием про старый вид транспорта, но все увидите, когда уже это видео начнет распространяться. Не буду там указывать никакую ссылку, это видео для популяризации, для распространения. И вообще, в принципе, будущее этого видеоблога это как один из способов, инструментов массового распространения в логике Skyway Capital, так как мне, как физическому лицу, сейчас не будет времени как-то отвечать на запросы, да, можно сформировать колл-центр, но сейчас более стратегические, серьезные планы развития. И это вы, кстати, можете увидеть в тех инструментах, которые появились в Skyway Capital. Поставьте от 1 до 10, как вам понравился лендинг пейдж, страница захвата, новая Skyway Capital. Мы постарались максимально внести туда, ну, вы понимаете, что я туда привнес дух современности и координировал этот процесс, но чтобы человек осознал, насколько прорывную технологию он будет инвестировать. Те, кто не в курсе, пожалуйста, зайдите в Skyway Capital, это доступно только для Skyway Capital, в ваши инструменты партнера, то есть это партнером, где находятся все реферальные ссылки, и там вы увидите реферальную ссылку на эту страницу захвата. Поверьте мне, это работает просто отлично. Третья причина поехать, это услышать и вживую передавать буквально уже на следующий день информацию, которую вы получите лично от генерального конструктора, потому что, конечно же, эта информация будет просто через людей передаваться еще задолго до того, как будет официальная видеопубликация, официальные пресс-релизы, но я лично с нетерпением ожидаю информацию по арабскому направлению, по блокчейн направлению и вообще все, что касается уже крупных корпоративных заказов. Я искренне надеюсь, что мы с вами это все услышим. Я хотел бы напомнить, потому что, возможно, так, новый лендинг просим сделать на другом адресе, чтобы работало и в Литве. Хорошо, видос. Обязательно, друзья, если есть у кого-то комментарии по лендингу, то пишите. Мне обязательно, я просматриваю свою почту. Почта очень простая. И по лендингам, по предложениям, по инструментам, вы не представляете, какие в будущем инструменты автоматизации вашего бизнеса вас ожидают, пишите на мою почту. Не забудьте о том, что говорила, о чем просила головная компания ранее. И многие этим еще даже не занимались, но время есть, чтобы получить, пройти фитосанитарный контроль той земли, той частички вашего региона, который вы будете привозить, я надеюсь, искренне, на Экофест 2019. Но я зайду с другой стороны. Представьте, что вы привезете эту землю, и вы сформируете то направление, которое в перспективе может родить отдельную капитализацию для группы компании Skyway, больше, чем компания Beyond Meat, например. Это заменитель мяса, тоже такая, очень экологичная и очень на слуху компания. Проще говоря, хайповая, очень хайповая компания среди крупных институциональных инвесторов. И 800% прибыли она принесла инвесторам уже. Мое мнение, что направление Гумуса может принести при должной упаковке бизнеса, будущей монетизации, еще не меньше прибыли. И это будет достаточно быстрый процесс по сравнению с созданием технологии, потому что это направление касается тех задач и тех проблем, которые сейчас решают многие компании, но не могут решить. Это переработка пластика, это замена продуктов питания на не просто какие-то соевые заменители, на те заменители, которые а, полезны, б, не отличаются по вкусовым качествам. И то, что касается реликтового слоя почвы, для возобновления, для реинкарнации даже абсолютно умершей плодородной почвы, гумус, наше направление гумус, поставьте ваши варианты сотни процентов, я думаю, как это может принести прибыль при должной упаковке этого бизнеса и уже вывода этого поднаправления в будущем на публичные торги. Мое мнение, повторюсь, это очень мощное направление, поэтому я надеюсь, что я вас мотивировал действительно чуть-чуть отвлечься, съездить в сады, съездить ваши леса, вашего региона и взять почву с жучками, с паучками, с червячками, с корнями деревьев, абсолютно нетронную пахотой и тем более удобрениями, пестицидами и привести хотя бы немного, а лучше 2-3 килограмма, но вначале нужно пройти фитосанитарный контроль, потому что иначе можно столкнуться с проблемами, когда вы уже в аэропорту будете общаться с пограничниками, не дай бог, и можно даже заплатить штраф, то есть узнайте в своих городах, в своих странах, каким образом можно пройти этот контроль для того, чтобы перевести почву в Республику Беларусь. Как только у вас будет расписка, что этот контроль получен, либо какой-то документ специальный, вы показываете его пограничникам и нет проблем, и тем самым вы привнесете вклад в сохранение почвы и вообще сохранение биосферы. Но я специально зашел с такой корыстной стороны, потому что многие поймут, что это суперперспективное направление, я хочу быть частью этого. Поэтому люди разные и все мы разные, поставьте плюсики, кому такой разворот событий и такая будущая демонстрация модели бизнеса Гумуса понравилась. Мне кажется, это имеет перспективу, анализируя опять же те текущие тренды, которые сейчас выходят на IPO. И четвертая причина, самое главное, наделать максимум материалов, видео, фото с генеральным конструктором, если получится, с генеральным директором, если получится, со спикерами. Мы естественно будем, все члены правления предоставлены вам и отвечать вкратце на ваши вопросы, потому что будет очень много желающих, но все помнят по предыдущим экофестам, что в этот день это наша максимальная самоотдача за эту неделю августа и мы прикладываем все усилия, чтобы все остались довольны. И 18 августа также все будут более чем довольны. Я с нетерпением ожидаю этого шоу, потому что буду немножко сам даже отдыхать. Отдых нам только снится, вы сами прекрасно это знаете, кто активно развивает проект Skyway. И будет шоу, будет поставленный именно представление в качестве приглашенных конечно же будут ведущие лица и все очень важные персоны головной компании Skyway с нетерпением ожидаем и вы получите уже совершенно новый уровень события масштаба и размаха которого мы ранее никогда как Skyway Capital не делали это Skyway Capital Get Together и пожалуйста ознакомьтесь с описанием этого события регистрации уже закрыты в личном кабинете невозможно приобрести билет но я думаю кто захочет уже на месте решать эту ситуацию как обычно будем решать чтобы никто недовольным не уехал после эко феста я хотел бы остановиться на инструменте также вот лендинга там есть интересная такая вкладка как через смартфон вы можете вот так вот посмотреть каким образом в графике в анимации выглядит в объеме в 3D подвижной состав этим самым можно очень быстро доносить информацию до ваших потенциальных партнеров абсолютно абсолютно на всех языках гумус это замечательно но это часть проекта skyway или личная инициатива юницкого все что описано в бизнес плане дорогие друзья это часть текущего инвестирования в проект skyway но я не исключаю того что будет выделено отдельное направление и уже ожидают своего звездного часа те направления которые выделила головная компания и после 15 этапа после закрытия финансирования и возможности входа в головную компанию эти направления будут озвучены они будут с получением краткосрочной прибыли по сравнению с тем что мы с вами сейчас развиваем но без этого не было бы тех новых направлений я напоминаю о проекте о пакете экофьючер огромный ажиотаж и заявки самых различных стран я не буду говорить объемы я думаю что на планерках региональных лидеров эти объемы будут освещаться и от лидеров информация будет передана ниже и также я не буду говорить какие же инструменты прорывные автоматизации вашего бизнеса роботизации вашего бизнеса в Skyway Capital будут мы учимся у головной компании поэтому эту инсайдную информацию мы не будем абсолютно освещать но скажу одно будет круто и эти инструменты будут все расширяться и расширяться и возможно они сформируют отдельное инвестиционное привлекательное под направление Skyway Capital потому что мы не будем оставаться в стороне и сейчас также изучаем и рыночные различные предложения предложений очень много но будем выбирать только экологичные направления в логике клуба будущего Эко-мир так как Skyway Capital направлены на развитие в первую очередь технологии Skyway и все что касается Эко-мира новости с Шаржи они долгожданные и очень такие живые яркие благодарим головную компанию то что фотографий сейчас становится больше и вы видите что было произведено бетонирование и даже сейчас снятие опалубки то что касается перекрытия анкерных опор и вот вот кстати видите день и ночь работают наши коллеги арабские партнеры возможно индусские пакистанские партнеры там работают но вот это вот не отнять день и ночь что говорят сами за себя фотографии и сейчас уже без пяти минут как говорится конечно же в переносном смысле этого слова мы перед натяжением предварительно напряженных конструкций путевой струнной структуры для того чтобы сформировать уже провисающую путевую структуру по которой будет перемещаться наш юникар в тропическом исполнении и все виды подвижных составов которые уже запланированы мы это не раз встречали когда строилась та или иная анкерная опора на экотехнопарке и эти события они просто знаете проносятся но мы не можем их не освещать потому что это наша история также я могу сказать что Михаил Кириченко осветил но я хотел бы на этом заострить внимание остановиться потому что многие возможно даже и не понимают того что происходит но юниконд может сформировать новый стандарт перевозки контейнеров это автоматизированные боты грузовые боты для перевозки 40 и 20 футовых контейнеров огромное количество документации как сказал Михаил Кириченко было передано в уже со стадии проектной разработки уже непосредственно в разработку это все в логике 3D experience то есть каждый болтик малейшую деталь мы изменим и меняется вся концепция создаваемой технологии даже будущие проекты и вот это изменит мир очень сильно перед тем как появятся грузовые перемещения в фарвакууме то есть то что касается Hyper-U посмотрим конечно возможно наши неконкуренты подтянутся и тоже сделают свои решения будем только порадоваться потому что это тренд который формирует транспорт над землей это тренд который решает экологические проблемы и на самом деле это ваш выбор лично каждого из вас дорогие друзья где жить в задыхающихся от смога в мегаполисах и в пробках на земле пробках под землей то что касается метро пробки я называю в метро это когда люди просто не имеют никакого личного пространства и задыхаются в часы пик и вот этот будущий мир и модель в одной фотографии отображается мне очень понравился комментарий один из социальных сетях тоже стараюсь по загрузке отслеживать что умный человек это не тот человек который имеет интерфейс с компьютером привет Илон Маск проект нейролинк это тот человек который имеет связь интерфейс с природой и Анатолий Эдуардович здесь действительно отражает всю концепцию программы эко мир и технологии skyway шагая босиком и какие только комментарии не встречаются что можно напороться на мусор на стекло можно замерзнуть но это как раз таки то что касается экологии то что касается здоровья а современные тренды показывают то что решает проблемы человека и то что решает проблемы экологии мир институциональных инвесторов то есть крупных дядь и теть вознаграждает большой прибыльностью в процентах примеры этому есть уже в этом году но и у тех компаний также была своя история развития многолетняя 4 5 6 лет 10 лет которую они оставили в умах своих команд команды сменялись и поверьте на слово ту историю тот путь который мы с вами сейчас прошли и осталось немного пройти это неизмеримо мало по сравнению с той индустрией которую мы создаем и эта индустрия будет лежать в цифровой логике я перешел к вишенке на пироге нашего вебинара и хотел бы дать свою личную оценку предварительную мнение по поводу того что написано с 9 раздела white paper я больше назвал бы это draft paper yellow paper то есть это предварительные так скажем наработки и я думаю что это будет меняться я кстати хотел бы всем сделать такое объявление обязательно поддерживайте канал medium это тот канал который в криптомире очень сильно читают ставьте хлопки там внизу будут хлопания в ладоши такой символ я думаю что в skyway capital сделаем инструкцию обязательно ставьте хлопки это секунда но когда таких хлопков будет тысячи в medium и у нас будет читать уже крипто сообщество и моя оценка прочитав то что я ознакомился с девятого раздела я бы обменял доли ознакомившись тогда с белой бумагой на токены у кого была такая возможность тот это сделал я неоднократно повторял что я не менял доли не менял осознанно для того чтобы парировать в аргументах с будущим крипто сообществом и так далее и тому подобное но сейчас я могу сказать что после прочтения этого документа я обменял бы доли это мое четкое заявление и это мое мнение далее уже покажет будущее развитие каким образом будут делать минимальный рабочий прототип а минимальный рабочий прототип кто читал белую бумагу это будет мобильное приложение которое сможет простейшую экономику свг токена использовать и показывать и через валидатор то есть токеноприемник криптомат если очень простым крипто языком говорить а если еще очень простым то обычный электронный банкомат который мы пользуемся допустим карточку пополняем и так далее только там уже будет в виде токенов и человек расплачивается через мобильное приложение свг токеном подвижной состав поехал система его пропустила он может перемещаться так как некое количество свг токена с баланса его крипто кошелька было списано когда это будет достигнуто совершенно другой будет взгляд на нас и с крипто энтузиастов и с крупных институциональных крипто инвесторов но как неоднократно было заявлено и нашими стратегическими финансовыми партнерами что есть киты я тоже с нетерпением ожидаем может быть эта информация будет вкратце озвучена на экофесте и те люди которые готовы зафинансировать наше блокчейн направление сейчас разыгрывается очень крупная маркетинговая глобальная игра и потом мы уже по проторенной с вами дорожке будем те кто не обменял либо не хотел менять токены приобретать токены свг уже после мнения крупных инвесторов это будет уже совершенно другая логика но еще свое мнение хотел озвучить в чем похожесть и идентичность блокчейн платформы Skyway на основе свг токена и кстати кто читал там еще и стебл коины планируется и будут создаваться или свои стебл коины либо используются текущие этот момент синергии я вижу с фейсбук с теми проектами о которых я в курсе которые будут появляться в сентябре поверьте инсайдная информация она очень важна в этом плане и в этом случае я могу сказать что так же как технология Skyway объединяет себе разные законы физики разные типы материалов разные вообще технологии которые до этого были созданы и используются но модернизировав их адаптируя под транспорт и транспорт Skyway технология Skyway объединяет себе все созданное ранее так же блокчейн платформа Skyway теоретически может при правильной маркетинговой политике а тут маркетинговая политика только дружбы и только объединения должна быть на самом деле то что касается применения SVG токена в логике телекоммуникации это делали некоторые блокчейн проекты в применении SVG токена в логике потребления альтернативных источников энергии и даже использование таких параметров как киловатт в час то есть расход электроэнергии это делали до этого блокчейн проекты применение перевозки контейнеров на блокчейн это тоже делали до этого блокчейн проекты и сейчас блокчейн мир нуждается в том кто смог бы объединить все эти направления которые кстати говоря очень сильно пострадали после падения биткоина до 3000 да сейчас он отрос до 12 но все надеются что появится нечто что сможет объединить и применить те направления которые ведущие современные корпорации сейчас не желают применять и не желают о них слушать то есть не исключено что блокчейн платформа будет максимально партнериться взаимодействовать дружить с теми проектами у которых цена токена обвалилась из-за того что криптоэкономика кстати намеренно делалась обвалилась и которые возможно не смогут подняться но все что было исследовано разработано ранее сможет модернизироваться и примениться уже на блокчейн платформе то есть цифровой среде будущей сети транснет поставьте от 1 до 10 насколько вы поняли эту мысль то есть вкратце могу сказать так же как технология skyway объединяет себе все созданные ранее технологии блокчейн платформа skyway может приютить те стартапы те команды те проекты которые потеряли в цене в своих токенах но имеют конкретные разработки конкретное применение но ведущие транснациональные корпорации по какой-то причине их не замечают и это могу сказать некий цифровой технопарк тоже блокчейн технологии а как по-другому создать сеть транснет ведь это намного меньше чем создать и родить интернет вот такое мое мнение дорогие друзья я буду подсокращать чуть-чуть свой формат вебинаров будем стараться укладываться в 40 минут этому меня научил Михаил Кириченко что 5 минут новости также будем учиться у старших поставьте плюсик кому такой формат понравился ну а сейчас я отвечу на ваши вопросы и будем завершать вопросы дорогие друзья так все по формату понятно есть ли вопросы либо все понятно и все замечательно алексей зачем вообще обменивать доли если в дальнейшем актив для получения дивидендов хороший вопрос это относится я думаю к тем у кого много долей у меня немало долей поэтому я и сказал что я обменял бы доли сколько билетов купили на экофест у меня к сожалению нет такой статистики будет ли прямая трансляция с экофеста конечно будет все как и ранее лучших маркетинговых традициях я думаю что полная запись также будет выложена так еще вопросы друзья билет на один день да экофест это отдельный билет и 18 августа наше шоу skyway capital с свc get together это уже отдельное мероприятие а без сертификата на землю можно привозить ее в экотехнопарк ознакомьтесь пожалуйста татьяна в новостях это риск можно привести с проблемами можно привести без проблем то есть до трех сотен с лишним долларов можно заплатить штраф если фитосанитарная инспекция не будет получен сертификат по словам юницкого 2015 году проект должен был выйти на рынок в 2017 что по вашему мнению помешало помешало отбросило очень сильно литва изменилась стратегия поменялся мир мощно начало развиваться крипто направление и сейчас на самом деле вот даже первое IPO я советовался с институционными экспертами компания вот как раз которые борются с заболеванием рака они не вышли на IPO то есть уже перенасыщение рынком IPO и многие прогнозируют сейчас упадок и рынков вы все видели и черный понедельник в индексе Dow Jones был и войну торговую между Китаем и США никто не отменял то есть я не стал останавливаться сегодня на вебинаре потому что кто-то посчитал бы это водой но все это накладывает отпечаток на стратегию и имея текущих мощных финансовых не то что консультантов но и директоров направления как BAPI Dash могу сказать что стратегия корректируется надеюсь что верно есть ли лицензия ДТП на перевозку пассажиров вы видели что путевая структура будет монтироваться в Арабских Эмиратах уже на безопасной высоте и почему она монтировалась чуть ниже возможно в экотехнопарке на Марьиной горке потому что инвестирование такое было и инвестиционные возможности финансовые возможности приходилось ужиматься так по поводу санитарных сертификатов друзья выясняйте пожалуйста уточняйте в своих городах в своих странах так Олег на какой я вопрос не ответил продублируйте пожалуйста есть ли лицензия ДТП на перевозку пассажиров я не в курсе об этой лицензии и все что я говорю на своих вебинарах я либо знаю либо не знаю по поводу этого не могу ответить так ну все по вопросам тоже будет ограничение максимум 10 минут крайний вопрос и мы завершаем почему арабы не инвестируют в проект арабы инвестируют проект просто вы не знаете каким образом и в какие направления это сейчас озвучиваться не будет но мощная видимая инвестиция уже непосредственно в инфраструктурные проекты будет после того как будет все продемонстрировано в Skyway Innovation Center то есть в мировом научном инновационном центре Skyway в Шарже для чего мы там и реализуем все на свои инвестиции и причем инвестиции могут быть возвращены тоже такой нюанс так ну все время вопросов также завершается я благодарю вас за внимание я жду вас на следующих своих вебинарах на экофесте уже обязательно встретимся потому что следующий вебинар будет 21 числа я просто не представляю какая эмоция меня будет переполнять уже после увиденного услышанного все что я буду ощущать на экофесте очень сильно жду этих эмоций я думаю что все кто будут на экофесте абсолютно так же строй Skyway спасай планету и умный человек не тот который связывает себя через компьютер а тот кто связывает себя через экологию и сохранение планеты для будущих поколений всем счастливо дамы и господа пока субтитры